Привет! У нас сегодня одна из новинок компании HOMTON, модель S17. Меня уже спрашивают подписчики, почему на сайте Алиэкспресс под покупкой в комментариях, в отзыве есть комментарий, что есть обзор, смотрите, а обзор еще не вышел. Поэтому спешу поделиться с вами этой новинкой. Модель немножко улучшенная. У нас уже был обзор на модель S16, а это у нас модель HOMTON S17. Будем говорить его так, младший брат. Нельзя называть старший, потому что он совсем недавно появился. У него появился сканер отпечатка пальцев и еще некоторые изменения. Давайте я с вами поделюсь. Приходит данный телефон в обычной белой упаковке, жесткая, легко доставляется, не повреждается и даже красиво смотрится, если хотите сделать подарок. В комплекте мы получаем дополнительно защитную пленку. Одна наклеена уже на стекло, одна идет в комплекте. Также блок питания на 5 вольт 1000 мА и кабель для зарядки или же синхронизации с ПК. Но и это еще не все. В комплекте идет дополнительно силиконовый чехол. Этот силиконовый чехол я уже приклеил на чехол книжку, который я заказывал специально для этой модели. Поясню. То есть, когда вы покупаете эти чехлы, чаще всего внутри есть только вот эта вот наклейка. Для того, чтобы приклеить либо сам телефон, либо чехол, который идет в комплекте с телефоном. И вы можете тогда полноценно превратить его в вот такой вот отличный чехол, как сделал это я. Единственное, что он не может делаться в виде подставки. То есть, он просто как чехол книжка. Ссылку на данный чехол я оставляю в описании под видео. Единственное, что сразу упомянул, что в связи с тем, что здесь есть сканер отпечатка пальцев, а здесь есть под него вырез, физически потом будет невозможно туда дотянуть свой сканер отпечатка пальцев, чтобы сделать просто-напросто разблокировку. То есть, данный сканер в данном чехле становится бессмысленным. Толстая кожа плюс силиконовый чехол нет смысла. Если же просто в силиконовом чехле, тогда да, удобно, к сканеру отпечатка пальцев доступ есть. В комплекте с этим чехлом есть отдельно вот такая вот еще дополнительно двусторонняя липкая лента, с помощью которой вы сможете сюда его наклеить. Снимаем защитную пленку. Этот телефон есть в двух цветах. Серый, грей на упаковке написано, и розовый. Обе модели на сегодняшний день стоят приблизительно 60 долларов. Я покупал за 69, плюс чехол еще 3 или 4 доллара. Вышло около 75. Если же вы хотите с гарантией, то это еще плюс 3 доллара. Корпус полностью выполнен из пластика. Нету металла, но пластик хороший, крепкий, нет никаких претензий. Если вот так вот его крутить в руках, то я не слышу, чтобы пластик издавал какой-то хруст. Нету каких-то излишних зазоров, поэтому все выполнено очень качественно. На правом торце у нас кнопка питания и кнопка громкости. На левом торце у нас ничего нет. На верхнем торце есть разъем для наушников и, к сожалению, сверху находится гнездо для зарядки. Я не люблю, когда сверху находится гнездо для зарядки, потому что во время пользования кабель просто будет вот изгибаться. И это может со временем навредить гнезду внутри. На нижнем торце у нас одно отверстие под микрофон. На задней крышке у нас есть, кстати, крышка съемная полностью. Сейчас мы ее посмотрим. Есть отверстие под динамик, под сканер отпечатка пальцев и слегка выпирающий модуль камеры. Здесь у нас двойная камера и два светодиода, однотонные, в одном месте находятся. Внизу находятся кнопки, которые лишь отражают свет, а не без подсветки. В какой-то мере это даже хорошо, что они находятся внизу под экраном, а не на экране, не занимают лишнее место. Вверху у нас находится камера, датчик освещения и приближения и разговорный динамик. Здесь установлена IPS-матрица с разрешением 1280 на 640. Также у данного экрана нет никакого эффекта 2.5D. Он вровень с корпусом. Чтобы снять крышку, здесь у нас есть небольшое отверстие. И нужно приложить усилие, не боясь оттянуть данную крышку. То есть нужно на защелках хорошо ее оттягивать, чтобы эта крышка хорошо снялась. Здесь у нас установлен аккумулятор на 3000 мА. Я, конечно же, протестировал данный аккумулятор. За 7 часов он взял в себя 2869. Это нормально для такого бюджетного телефона с заявленной емкостью аккумулятора 3000 мА. Будем надеяться, что он не будет уходить в минус, а будет оставаться либо на таком диапазоне, либо со временем может даже увеличиться. Как вы видите, здесь находится отдельно под каждую сим-карту вход и для карты памяти. Карту памяти поддерживает до 128 гигабайт. Меня внутри все устраивает. Внешне все кажется очень качественно закручено, выполнено, выплавлено. То есть придраться не к чему. Вес данного телефона 183 грамма. Я, конечно же, настроил, чтобы он разблокировался по сканеру отпечатка пальцев. Во-первых, не совсем удобно его расположение. Например, у данного телефона есть сканер отпечатка пальцев. Но когда вы к нему тянетесь, вы знаете, что ваш палец более-менее расположен и далеко не отклоняется от своего расположения на руке. А здесь же, когда вы берете телефон, вам необходимо, держа вот так телефон, аж вот так вот как-то тянуться. Согласитесь, что это не совсем удобно. Приходится как-то вот так вот брать его и только тогда разблокировать. Прикоснулись и спустя 0,2 секунды приблизительно так разблокируется телефон. Еще раз. Да, то есть он срабатывает без проблем. Но с задержкой. Android из коробки 8.1.0. И пришло после того, как я подключился к Wi-Fi, к нему обновление весом 400 мегабайт. Здесь установлен чистый Android, поэтому каких-то особых здесь фишек нет. Правда, есть жесты и с помощью двойного нажатия на кнопку питания запускается камера. Касательно камеры, у нас есть смешанные чувства. И хотя здесь установлено две камеры, нет ни одного режима, в котором был задействован второй нижний модуль. То есть, если вы его закрываете, как сделал это я, и проверяя во всех режимах, то фотографии делаются без проблем и нет никаких предупреждений, как было это в других моделях дешевых подобного класса. Там хотя бы выскакивало предупреждение, что, уважаемый пользователь, мол, вы закрыли объектив, откройте, мне нужно сделать хотя бы черно-белый снимок или какой-то псевдо-баке. Здесь же такого нет, поэтому я не хочу быть каким-то броским в словах, но мне кажется, что это фейковая камера именно внизу. Главный модуль находится сверху. Давайте запущу фонарик, чтобы вы увидели, как он светит. Вот так вот светит фонарь. Достаточно ярко и слегка теплым оттенком, но не желтит. То есть, нормально светит, претензий никаких нет. Wi-Fi здесь однодиапазонный, 2,4 ГГц поддерживает. Связь по слышимости собеседника нормальная. То есть, вы его слышите нормально и вас собеседник слышит тоже отчетливо. По приему сигналу я не заметил каких-то отклонений по стандартам. То есть, как и другие модели телефонов, ловит сигнал здесь в помещении на улице хорошо. Тест Antutu провести на данном телефоне мне не удалось. Причина простая. Есть два приложения. Это одно приложение Antutu, а второе, которое нужно для тестирования графики. Посмотрите, если я хочу произвести тест, мне предупреждает, что вам нужно загрузить еще Antutu 3D Bench из магазина. Но как только мы переходим, то здесь у нас появляется информация, что не поддерживается на вашем устройстве. А значит, провести полноценный тест нельзя. Но зато в углу все-таки выдает средний балл 20622 к этой модели S17. Все-таки у кого-то удалось провести этот тест, и она здесь выдает его в уголку. За графику отвечает Mali 400 MP, самый бюджетный по графике. Но емкие игры даже на самых минимальных настройках запускаются, но наслаждения вы каких-то приятных от них не получаете. А какие-то легкие игры запускаются здесь без проблем. Здесь у нас установлен самый, что ни на есть бюджетный процессор MT6580. У него всего 4 ядра с частотой разгона 1300 МГц. Хотя процессор здесь слабый, но я не заметил каких-то глюков. Например, он работает шустро. Приведу вам пример. Я запускаю телефонную трубку, нажимаю позвонить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Что-то не сработало. Пробуем еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, то есть срабатывает нормально. Но помним, что мы его берем не для скоростных каких-то работ, а просто для стабильности, чтобы можно было совершать звонки, получить какое-то сообщение, ответить в Viber, пользоваться соцсетями, иногда воспользоваться камерой. Ну, то есть его цель, самое главное, будет выполняться. Тем более за 60 долларов, как сегодня его цена, это очень доступный телефон. Запаса яркости здесь предостаточно. Сейчас съемка ведется, когда у него практически на 20, может быть даже 15 процентов. Я сейчас добавляю на максимум. И экран очень сочный. Прямо такие вокруг камеры все становится темным. Ну, это очень похвально, что яркости здесь предостаточно. Есть возможность включить адаптивную яркость, которая приспосабливается к уровню освещения снаружи. Сам по себе экран, он и не отдает синевой, но и не отдает желтизной. То есть нормальный, воспринимающий глазами свет. Ну и, конечно, как вы видите, сочность цветов тоже очень хорошо передает. В данном телефоне установлено 2 гигабайта оперативной памяти и 16 встроенной. Полноценно для современных гаджетов это уже не 1 гигабайт оперативки и не 8 встроенной. То есть системной памяти приблизительно около 10 гигабайт уже свободно для приложений. Ну и не скоро выскочит сообщение о том, что внимания у вас недостаточно памяти. Я только что запустил программу GPS Info. И уже она подключилась к полноценным спутникам. И с 12 к 6 подключилась. Поддерживает всего один тип спутников. Это Navstar, Glonass и Beidou. Она не может поддерживать, но здорово, что вообще ловит спутники. То есть 6 спутников это уже достаточно. Если 3 ловит, это уже отлично. Давайте теперь запустим программу Zedge и послушаем тест звуков. Именно в этой программе я беру рингтоны для звонков, а также тестирую в видеороликах и видеообзорах треки, чтобы вы могли услышать качество звучания. Как по мне, то качество звучания здесь на 4 с плюсом, наверное, если учитывать сколько он стоит и его возможности. Заходим в сохраненные мелодии. Здесь я отобрал какие-то треки. Кто смотрит регулярно наши видео, то слышал их регулярно. Но цель не в треках, а просто оценить. Итак, запускаем. Это максимум. Прикрываю. Но звук все равно проходит под крышкой, его слышно. Сейчас с хреботой пошел. Ну, в зависимости от мелодии. Отлично. Также давайте запустим игру Asphalt Nitro. Ну что ж, проедем немножко. Вот во время игры мы можем сейчас сделать резко выход. Вернуться, например, к прослушиванию треков. И вернуться к игре. Мелодия играет. Я запускаю запущенные программы. Запустить, вернуться к игре. И нажимаю продолжить. То есть, как вы видите, он справляется отлично со своими задачами. Для детей, для родителей или себе. Как второй телефон. Возможно, кто-то захочет сменить вообще свой старенький. То это в самый раз. Если много средств не имеете. То этот телефон вам поможет заменить вашего старенького дружка. Среди прочих приложений есть FM-радио. Но не работает без наушников. Зайдя в YouTube и запустив видеоролик. Мы проверим, насколько максимально поддерживает разрешение. Потому что часто в YouTube именно это многих и интересует. Вот такая вот громкость. Можно развести пальцы по стандарту. И он встанет на весь экран. Открываем качество. Но, к сожалению, больше 480 вы здесь посмотреть не сможете. Потому что тесты нашей камеры вы сможете увидеть в окончании видеоролика. А я хочу сказать, что хотя здесь и две камеры, но одна точно не смогла заработать у меня. И в комплекте мы получаем все нужное для того, чтобы долго пользоваться этим телефоном. Есть защитные пленки. Есть защитный чехол. Если еще и чехол книжка, то даже при падении стеклу ничего не будет. По цвету можно подобрать либо для мальчика, либо для девочки. Ну и уже решать вам. Я был рад с вами поделиться таким небольшим коротким обзором. Делал все бегло. Не снимался сам. Просто снимал сам телефон и руки. Поэтому вы уж простите, если что-то забыл упомянуть. Рад был с вами поделиться. До новых видеороликов. И поставьте лайк за труды. До новых встреч. Пока. Также хочу упомянуть, что максимальное разрешение видеозаписи 720. Больше не снимает. Вот так вот в помещении снимает. Переверну прибор. Оно как-то не смотрится. Макро. Макро прикасаясь. Настраивается. Цвета естественные. То есть я вижу, как они в жизни, так и здесь показывают. Ну и такое качество звучания в помещении. Сейчас покажу, как работает передняя камера. Передняя камера, к сожалению, снимает только в разрешении 640 на 480. Будут вот такие вот черные рамки. Но да, цвета какие-то такие, с шумом какие-то в помещении тем более. Но вы учтите, что это передняя камера на таком бюджетнике. Вот такой вот звук пишет. Для скайпа, для вайбера, ватсапа это просто находка. Если были бы такие лет 5 назад камеры, как вот здесь, то было бы здорово. Я прощаюсь. Всем спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok